В области на реализацию молодежной политики выделено около 90 миллионов тенге. В нашей стране реализуются прорывные проекты, среди которых стипендия «Булашак», программы «Жасыл-Ель» с дипломом в село, молодежная практика и серпы. Ход реализации этих программ сегодня обсудили на брифинге с участием руководства управления молодежной политики. Подробнее расскажет Роман Копняев. Вопросы трудоустройства молодежи занимают особое место в реализации политики занятости государства. Именно молодежь является одной из приоритетных категорий участников Дорожной карты занятости 2020. По итогам 2014 года только в нашей области более полутора тысяч молодых людей приняли участие в молодежной практике. Также в прошлом году закончили обучение 5000 выпускников трех высших учебных заведений области. 83% выпускников трудоустроены. «Было резидовано всего 54 проекта для молодежи. Из них 27 управлений молодежной политики, 27 акиматумий районов и города Уральска. На эти цели из бюджета области и районов было выделено 89 миллионов тенге бюджетных средств. Данные проекты были реализованы по нескольким направлениям, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи, по пропаганде здорового образа жизни, по развитию потенциала молодежи с ограниченными возможностями, по развитию международного сотрудничества, по обеспечению участия представителей нашей молодежи в республиканских и международных мероприятиях». По проекту с дипломом «Село» в 2014 году в сельскую местность направлено 542 молодых специалиста. 328 специалистов получили кредиты на приобретение жилья. «Есть проблема нехватки кадров населения. Мы призываем молодежь и население, у кого есть возможность или желание, чем ехать в Магадан или в Сибирь, поехать в ту же Косталку или Бугердинский район, где есть такие же зарплаты, 60-90-100 тысяч, работа там найдется. То есть работа есть как в христианских хозяйствах, так и по другим отраслям». В области в 2014 году более 800 человек работали в рядах отрядов ЖАС-ЛЕЛ, и около 300 человек трудились в молодежных стройотрядах. Подобная практика продолжится и в этом году. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.